Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова А зараз об этом и иншим больше подробязно. Старшиня Гомельцкого облвыконкама Геннадий Соловей провел сегодня прием грамадян и представников юридичных особ. Сарат разгледженных, питание деятельности предприемства региона, переселение заваринного жилья, так само патриотичного выхования. На приеме побывали наши корреспонденты. Старшиня областной организации Союза письменников Беларуси Владимир Гаурилович на прием до керовника Аблвыконкама пришел с конкретными планами. В этом году организация исполняется 15 годов. За минулый час письменники Гомельшины зарекомендовали себе людьми с активной житцевой позицией. Всю лету в регионе у 15 раз пройдусь литературные дожинки. Еще одна прикметная подзея у грамадским життям региона – фестиваль на земле Кириллы Туровского. Геннадь Соловей планы по проведению этих мероприемств подтремливает и уносит пропонову – сделать туровский фестиваль брендом в области. Нам надо подумать вопрос, чтобы от литературного мероприятия имени Кирилла Туровского, чтобы это было областное, международное, чтобы потом привлекать, чтобы оно было брендовым для Гомельской области. Вы подумайте, когда его сделать, и подтвердите уже дату, чтобы это было единое число, не отходилось ни от каких. Может быть, привяжите к днём рождения. Я не знаю, как там, когда там, что там, какая-то была значимая дата у этого человека, который родился на Туровщине и был первоиздателем. Еще одна тема для обмиркования – патриотичное выхование. Могчимости письменников в этом плане практически безмежные. Урешті – патриотизм, это и любовь до малой родимы, и твор об знакомитых земляках, и военная тематика. Например, я только что закончил оповесть «Святая Параскева», присвеченная усім материкам, які у годы войны стратили все, что могли они стратить. Свою семью, своих детей, которые прошли праспакуты выпрабыванию, макшима прасконцентрационные лагерели выжили, и потом стали прикладом, узором самахвярности, как выжить и годно нести себе звание человек в этом жизни. До тема патриотичного выхования подчас приему звернулися и шераз. Жихарки-везки-головинцы Гомельского района, Алена Рудова и Людмила Мурашка, не погодилися заразповсюдженной у некоторых СМИ информацией об небыто незадавальняющем стане помника загинувшим червонармейцам, який находится в этом населенном пункте. Наша здымышная группа выехала на место и переканалася. Запомникам саправды доглядают. Еще в 1986 году вязковцы створили инициативную группу, которая проводит тут субботники и патриотичные акции. Мы ухаживаем на субботники, привлекаются и детвора, и школа. Я работаю в воинской части 55-25, и наши сотрудники, медицинская служба приезжают сюда тоже, убирают здесь, ухаживают за памятником. Мы следим за этим. На контроле будут знаходяться усе огученные питания. Будовничество инженерных коммуникаций, выплата компенсации за жилые помешкания в аварийном доме, ликвидация запозиченности коммунальных организаций за отриманную продукцию, выделение земельных участков для будовничества гаражов. Без уваги и ответственного реагования не застанется ни один зворот. Олег Сен-Сюров, Ольга Коновалова, Евген Макенко, телерадокомпания «Гомель». Сегодня в Беларуси означается «День милиции». До профессийного свято правооховники Гомельской области подошли с остановшими показчиками работы. В минулом году в регионе снизился уздровень тяжких и особливо тяжких злочинств. Значально смешившаяся колькость выпадков, когда супротивоправные деяния выполнили ранее судимые граждане, иншаземцы и группа особ. До того же, благодаря профилактичесной работе правооховников на территории региона стало меньше забойствам, грабованиям и разбоев. А по всих здействованных – злочинств знойдины и покораны. Карту систематичных несанкционованных извалок створают у Гомельской области, и она станет допомогою праце экологов. Частей за все отходы выкидают колья водоема або на перолесках, покидают сметти и поблизу населенных пунктов, а так само гаражных кооперативов. Огляд к этой территории, пролеглых до их места, будет проводиться постоянно. Специалисты будут отсочивать ситуацию подчас плановых объездов, а так само с допомогой фотопасток и квадрокоптеров. У якости пилотного проект отпрацовывается у Гомельской гарроинспекции природных ресурсов и оховы новокольного осяродя. Собранная информация анализуется с уместно сельскими советами, керавниками предприемства, а так само насельництвом. В минулом году до администрационной отказности у Галине Аховы новокольного осяродя в регионе притягнуто больше, как полторы тысячи правопорушальников. Кожный другий из их понес покарание за обыходжение за отходами и организацию несанкционованных свалок. Имеется достаточно высокая ответственность за создание таких свалок. На юридическое лицо это до тысячи базовых величин, на физических лиц это до 50 базовых величин. Усяго за минулый год у Гомельской области вывели коля 11,5 тысяч порушений у природооховного законодавства. Это практически на 500 больше, чем у 2018. При этом, по словах специалистов экологичной службы, притягнение виноватых до отказности не сама мета. Значно важнее спрацовать на попереджении и профилактику порушений, чем компенсовать нанесенную новокольному осяродю шкоду. На передании Международного жаночного дня гомельские нотариусы бесплатно проконсультуют у всех жадающих. 5 с. века 17 до 19 годин грамотяне смогут отримать бесплатные юридичные консультации. У доброчинной акции так само проймуть удел представники Головного управления юстиции и областной коллегии адвокатов. Мероприемство пройдет в Публичном центре правовой информации при Гомельской областной библиоте с имя Ленина. Гомельское отделение белорусской шагунки поведомляет про змены в руху техников межрегиональных и региональных линий эконом-класса. У приватности с 31-го соковика по другое – кроссовика, так само с 7-го по 9-е, из 14-го по 16-е кроссовика промы пассажирские перевозки помеж Гомеля-Меречицей ожицевляться не будут. Причина – капитальный ремонт шагуночного моста на перагоне «Централит-Прибар». На этом участке будут уведены додатковые автобусные маршруты. Так само тягник номер 621 «Гомель-Калинкович и Минск» будет отменен 31-го соковика, 1-го, 7-го, 8-го и 14-го, 15-го кроссовика. Больше подробязную информацию об инших изменах в раскладе руху техников можно доведаться на официйном сайте белорусской шагунки с допомогой официйного мобильного додатку БЧ «Мой тягник», а так само по одинным номерам контакт-центра 105. Невеликие предметы побыту, веолизные скульптуры. Лоевский майстр Сергей Винничек у своей майстерни створяет соправданные дровляные шедевры с рамесником. Сустрелся Дмитрий Котов. Розба по дрове для лоевского майстра была просто захоплением. Профессийно займаться рамесницем Сергей Винничек почал некольких годов тому. Протяглый час подорожнейшил по Ивановской и Тульской областях России, где знакомился с работами мясцовых майстров. В это и стал отправной кропкой у творчести. В Российской Федерации общался с людьми и увидел, что они делают такое. Посмотрел, как это делать. Немножко перенял опыт. Что-то свое придумал. Как таковое, все из дров. Все из дров. Пиломатериал, который часто идет в отходы. Перед тем, как выразить выроб, Сергей Винничек разглядает дровнин из усих боков, спробующий вылучшить задуманный в образ, уличивая текстуру, шильность, колер материала. Розец вельми докладно, отпрацовывая скульптурную форму, незалежно от породы древа. Мне одинаково с любым. Меня много кто спрашивает, какое лучшее. Все оно одинаково. Главное, приятно. Это для души. Оно, конечно же, где-то твержее. Где-то есть груша твердая, ясень тот самый твердый. Но если есть какая-то работа, то уже приятно. С любым деревом можно работать. Это не раньше, как было обыкновенным резцом. Мучаешь его, все догоняешь, доводишь. Сейчас инструментов хватает, вот они. Ассортимент уже есть. Все можно, все делать. У майстерни ромесника незвычайные нарыхтовки и коршаки готовы и в процессе перетворения. А так само шматлики инструменты, с допомогой яких Сергей Винничек створяются правдные творы мастерства. Дареши свою майстерню, якой проводить практически весь вольный час, сбирал больше за 10 годов. Для начала построил стены, потом потихоньку начал это все собирать, комплектовать, где-то что-то по ходу. Кто-то, родственники дарят подарки, вот инструменты, струбцина, то еще что-то соберутся. Занимаешься, вот тебе такой подарок. Есть инструменты, которым уже более 40 лет. Это обыкновенный рубанок, но он еще прадеда. Но он покуда крепкий, рабочий. Для рамесника Няма, складанный задачью, над нолького добра створяем маленькие лыжки и веолизные будинки. Потребны только расходные материалы и час. Беседочка чуть больше месяца прошло. Сроки мы сделали. Но все постепенно. Не сделали. Покуда подсохла, обработала, потом кришелу, то все своеобразное. По такому домику тоже, в районе от двух недель до месяца это все можно сделать. Как и каждый творческий человек Сергей Винничек имкнется и далее отточивать свое майстерство, а так само популяризовать властную продукцию. У планах будовництва специального навеса каля дома, каб была махчимость, практически круглый год проводить мини-выставы. Дмитрий Котов, Сергей Лукашук, телерадиокомпания «Гомель» Злоева. Премьеру рок-комедии «Фанатки» по пьесе Родиона Бялецкага рыхтують у Гомельским городским молодежным театры. Спектакль у двух деях узнамает актуальную проблему страх человека показать свету свои реальные почутти. За его люди опранают на себе розные маски и за часом губляют ширость и соправдная облича. Им здается, что маска надейно обороняет новокольные рыча истинности далекая от идеалов. Люди, особенно молодые, они редко живут в выдуманном свете, они идеализуют его и придуманные образы. И когда реальные люди не отповедают явлениям, возникает конфликт. На вот что человек, створяя себе кумира, как заставаться саправным в громадстве, где треба постоянно оправдывать в чаканне. С этими пытаниями сутыкается главная героиня спектакля «Фанатки». Шукать отказы на их треба будить глядачам. Над постановкой працует молодой режиссер Данил Филиппович, ранее вядомый гомельскому глядачу спектаклем областного драматичного театра «Рыба моей мары». Есть главная героиня, которая влюбилась в космонавта. Это рок-певец. И она влюбилась в него по-настоящему. То есть не как фанатка. По-настоящему любовь. Есть те люди, которые фанатеют по этому космонавту. И она не надевает никакую на себя маску. Она просто любит. И мы говорим о том, что не нужно менять других людей, а нужно жить своей жизнью. Пьеса «Фанатки» ради Вона Биолетского у першиню ставится на белорусской сцене. Премьерные показы у молодежным театры запланованы на 6-е, 7-е, 8-е и 28-е соковика. У допомогу батькам и школьникам на сайте Министерства информации можно бесплатно спомповать аудиокниги белорусских письменников. У разделе «Белорусская классика» размешаны творы Якуба Колоса, Кузьмы Черного, Ивана Шамякина и Ивана Навуменки. Книги школьной программы с 5-го по 11-й класс находятся у разделе «Библиотека школьника». Сучасная белорусская проза смешает аудиозаписы творов Василя Быкова, Максима Танка, Раисы Боровиковой и инших ауторов. Новый формат призначенный допомогший знайомиться с родной литературой. Это и иншая новина. Информацию о проектах телерадиокомпании «Гомель» вы можете знайсти на нашем сайте у интернете по адресе www.tvrgomel.by На этом выпуск завершен. Усяго доброго. До встречи в эфире. Эфир телеканала «Беларусь-4» продолжает де-факто. В студии Руслан Габрилев. Здравствуйте. Кладовщик одной из мозырских фирм попал под уголовную статью за растрату стройматериалов. В общей сумме ущерб составил более 6 тысяч рублей. Схема работала следующим образом. Мужчина предлагал клиентам приобретать часть товара по заниженным ценам. Обязательные условия расчет наличными. Выручка в карман. Условно при покупке 10 мешков цемента опять оформлялись через кассу, опять реализовывались нелегально. Полученные на руки деньги кладовщик тратил на собственные нужды, в том числе на выплату алиментов. Когда у подозреваемого не оказывалось наличие нужного товара, он брал его взаймы у конкурентов. Долг возвращал позже, при этом иногда иными стройматериалами. Выявить недобросовестного работника удалось благодаря внеплановой инвентаризации. А после проверки районным АБЭП действиям мужчины следователи дали правовую оценку. По факту растраты условное дело. Известно, что подозреваемый уже неоднократно привлекался к ответственности. Также за крупное автомошенничество. Неспокойной выдалась прошлая ночь для студентов гомельского филиала МИЦО. Из-за пожара в общежитии на проспекте Октября им пришлось экстренно эвакуироваться. В службу спасения позвонил в актер и сообщил о занымлении в здании. На часах было начало 12 ночи. До прибытия пожарных 141 человек самостоятельно покинули здание. Пострадавших нет. Предположительно возгорание произошло из-за короткого замыкания светильника. Проверку проводит Гомельский городской отдел по чрезвычайным ситуациям. А в Гомельском районе из-за неосторожного обращения с огнем чуть не сгорел жилой дом. Пожар произошел в поселке Вишенский. Огонь повредил кровлю и имущество в деревянном доме. Пострадавших нет. Специалистами Новобелецкого отдела внутренних дел Гомеля устанавливаются обстоятельства кражи сумки из фотостудии по адресу Ильича 331. Возможность свидетелей по данному случаю вы видите на своих экранах. Если вы узнали данных граждан, просим сообщить по указанным номерам телефонов. В ОВД администрации Центрального района Гомеля проводится проверка по факту причинения телесных повреждений гражданину. Случай произошел 1 марта примерно в половине четвертого ночи. Устанавливаются личности, изображенные на фото. Если вы узнали данных граждан или владеете какой-либо иной информацией, обращайтесь по телефонам, которые вы видите на своих экранах. Это все новости на сегодня. Оставайтесь с нами и берегите себя. Я Руслан Габрилев. Благодарю за внимание. До свидания. На телеканале Беларусь 4 Гомель новости спорта в студии Максим Савин. Здравствуйте. Жлобинский металлург завершил сезон на шестом месте. Сталевары так и не смогли открыть счет победам в четвертьфинальном противостоянии с Целегорским шахтером. Хотя в четвертом поединке были близки к этому. В десятой минуте стартового периода жлобинская дружина была впереди 2-0. Отличились Воронов и Гринь. Подвели металлург удалением. Горняки дважды реализовали большинство и на старте третьего периода сравняли цифры на табло. Голевые броски на счету Бойко и Казнодея. За три с половиной минуты до истечения основного времени матча Феклистов перенес шахтеру победу и в матче и в серии. Четвертый поединок противостояния Гомеля и Динамо Молодечно проходил по похожему сценарию и также завершился поражением хозяев. Рысик первому перерыву выигрывали 2-0. Разницу сделали Бовин и Курбатов. А Брожейчик и Волков во втором ее ликвидировали. А на старте овертайма Печур оформил победу гостей. В серии Динамо впереди 3-1. Борьба в этой паре продолжится завтра в Молодечно. В полуфинал пробился и Неман, обыгравший Могилев. В паре юность-локомотив счет 3-1. В Гомеле прошло открытое первенство Гомельской области по фехтованию на рапирах. Конкуренцию к гомельским фехтовальщикам составили спортсмены из других регионов Беларуси, а также российского Брянска и украинского Киева. Сильнейших выявляли юноши и девушки в трех возрастных категориях 14-15, 12-13 и 11 лет и моложе. Всего около 140 спортсменов. Особенность соревнований в том, что они являются одним из этапов детской лиги. Это целая серия состязаний. За успешное выступление на них фехтовальщикам начисляют очки, которые определяют место спортсмена в национальном рейтинге. Суммируются все набранные очки, места и отбираются в состав лучших трех ребят или девочек, которые потом представляют республику. Это недавно стали проводить, взяли пример, что надо детей развивать и, как во всем мире, стали проводить очень много соревнований по всем видам оружия. Воспитанники областного центра Олимпийского резерва по прикладным видам спорта выиграли на домашнем первенстве две награды. Семен Кириенко и Полина Требелуста стали третьими в старшей возрастной группе. Сильнейших в области выявляют и юные боксеры. Первенство региона среди юниоров проходит на ринге областного центра Олимпийского резерва единоборств. 15 девушек и около полусотни юношей спорят за награды регионального старта. Турнир собрал всех сильнейших явных лидеров, выделить пока не берется никто. После смены возрастной, а иногда еще и весовой категории боксерам вновь приходится доказывать свое мастерство и отстаивать с места в сборной. Областное первенство традиционно это отбор на республиканские соревнования. Далее в перспективе поездка на европейское первенство. Всегда в Гомельской области представляли ребята команду на международных соревнованиях. Тем более, что кто-то перешел со школьников, которые ездили уже на первенство Европы боксеры. Поэтому будем надеяться, что попадут в этом году тоже в команду. Победители первенства области по боксу станут известны в ближайшую пятницу. На этом пока все. С новостями спорта вас ознакомил Максим Савин. Оставайтесь на Беларусь 4.